Меня в своем глупом возрасте, 20 лет, замкнуло, и я по глупости это сделал. Ребят, вот так вот выглядит рука, вот два надреза у меня, вот этот шрам уже зажил полностью практически, вот этот вот еще остался. Я провел вторую операцию на правой руке на трицепс. Может из-за того, что вот первые 3 килограмма мне вырезали, что будет дальше, я не знаю. Но я в любом случае буду от этого избавляться, потому что здоровье на первом месте. Но мне плохо, я понимаю, за эти деньги я не смогу решить проблему, чтобы мне стало хорошо. Всем привет, вы на канале Bodymania. Настал тот день, когда я провел вторую операцию на правой руке на трицепс. Почему я это сделал? Дело в том, что в моем организме закачана очень опасная ядовитая смесь под названием синтол. Синтол оригинальный я не ставил, я ставил паленые масла дешевого варианта, потому что, чтобы накачаться и добиться форм таких, которые мне нравились, я не мог, так как жил в Пятигорске на 6 тысяч рублей. Это было, по мне, невозможно. И меня в своем глупом возрасте, 20 лет, замкнуло, и я по глупости это сделал. И думал, да вот, там мне помогут и так далее, если будут проблемы. На самом деле не так все просто. Мне повезло то, что нашлись врачи и сделали эту операцию. Всем привет, друзья! Я уверен, любой из вас знает, насколько важен тестостерон в жизни мужчины, особенно в жизни каждого спортсмена. Без высокого уровня тестостерона просто невозможно добиваться реальных результатов, как в спорте, так и в жизни. После ежедневных тяжелых тренировок и при современном уровне жизни уровень тестостерона постоянно падает. А все гормональные препараты имеют сильнейшие побочные эффекты. Поэтому я решил попробовать Артрон от GLS Pharmaceuticals. И он реально работает. Поэтому я рекомендую каждому этот абсолютно натуральный препарат, который поднимает уровень естественного тестостерона. Дает вам силы и поддерживает мышечную массу во время самых интенсивных тренировок. Но самое главное – это отсутствие любых побочных эффектов. Особенно он актуален для тех, кому уже за 35. Артурон поднимает уровень вашего естественного тестостерона до самых высоких натуральных значений. Ссылка в описании. Переходите и покупайте. Я никому не советую это делать. Если вы хотите себе накачать нормальное тело, то просто занимайтесь в зале, кушайте 6 раз, пейте протеин и все. И спите по 8 часов. И через 3 года вы увидите у себя красивое тело. Быстрого ничего не бывает. Я попался на большую ошибку, от которой страдаю. Почему я начал удалять синтол? Дело в том, что организм растет до 25 лет. После 25 лет иммунитет не так работает, как до 25 лет. И поэтому, чтобы соблюдать безопасность своего здоровья, я решил взяться за операцию, чтобы не получить в дальнейшем последствия. У меня часто поднимается температура тела. Поднималась. Один раз в месяц вылезал у меня отек на руке. И рука нагревалась до 38 градусов. Сама рука. В этом состоянии мне было очень плохо. Плохо как именно? Не было аппетита и слабость организма. Скелет расслаблен. Это очень плохо. И продолжалось это раз в месяц. И длилось это на протяжении 10 дней. Если не пить таблетки жаропонижающие. Жаропонижающие таблетки, если пить, то отек и температура сходят через 5 дней где-то. Но вы сами знаете, таблетки на постоянной основе нельзя пить, потому что вы загубите органы. Один раз я пропил курс ибупрофена жаропонижающего. На протяжении полгода я его пил. У меня воспалений вообще не было. И я проверял свою печень. У меня фермент печени был нарушен. И поэтому до хорошего это не доведет. И поэтому я потихоньку от этого избавляюсь. То есть операция на каждой руке проходит раз в полгода примерно. То есть сначала 30 удалили первым мне. Потом через полгода еще один 30. Сейчас на данный момент я буду еще в повязке ходить месяц где-то. Потому что кожа прилипает к мясу. Далее через 4 месяца врачи собирают повторный консилиум на бицепс. И они будут думать, как сделать бицепс, вырезать его. Не знаю, возьмутся они, не возьмутся за это. Но сказали, что Кирилл, мы тебя не бросим. Такое. Дело в том, что операция на бицепсе будет самая тяжелейшая. Потому что сосуд, который отвечает за чувствительность руки, находится вот здесь. То есть он может находиться в самом бицепсе. А операция идет вслепую скальпелем. И если скальпель попадает по нерву, вы сами знаете, что происходит. Я не смогу рукой пошевелить. Все. И поэтому буду думать, как это сделать. И вообще, возможно ли это сделать или нет. Хирург мне сказал, такую операцию в мире никто не делал. Но я ему очень сильно благодарен, что он взялся за меня хотя бы поначалу. И у меня на протяжении трех месяцев воспалений в руках нет. Может из-за того, что первые три килограмма мне вырезали. Что будет дальше, я не знаю. Но я в любом случае буду от этого избавляться. Потому что здоровье на первом месте. По словам врача, сейчас пациент чувствует себя хорошо. При этом в его бицепсах действительно оказался вовсе не синтол, как утверждал он сам. А обычное вазелиновое масло. Он покупал его в аптеке. Обычное вазелиновое масло, которого с помощью инъекций ввел порядка трех литров в каждую конечность. После того, как вазелин попал в руки, организм начал реагировать. Мы увидели руки каменистой плотности с очагами некроза, которые доставляли болезненность и воспалились. Как это неудивительно, врачу не в первый раз приходится сталкиваться с последствиями инъекций вазелина, который абсолютно для этого не предназначен. Мельников рассказал, что это травмирует организм и может даже привести к летальному исходу. По всей стране подпольно зачастую женщинам вкалывают вазелин, уродуя их. Вместо дорогой профессиональной операции решаются на вазелин, потом приезжают к нам, чтобы все это убрать. Я готов отказаться даже от этих рук, от денег и так далее. Здоровье важнее популярности и денег. Поэтому хочу заключение сказать, никому не советую это делать. Занимайтесь в зале, правильно питайтесь и думайте, как продвигаться в жизни. Если вы надумаете что-то сделать в жизни, то делайте это с умом. Если вы будете знать, что от какой-то процедуры у вас будут последствия, вы должны понимать, как вы от этого избавитесь и вообще возможно от этого избавиться или нет. Эти руки я сделал по своей глупости. Я жалею об этом. В свои 24 года я стал понимать, как все работает, как жизнь работает, как организм работает. В общем, ребят, никому не советую заниматься тем, чем я занимаюсь. Да, меня все знают, не только Россия, но и все страны, но популярность не стоит вашего здоровья. Я вам скажу, когда у меня были вот деньги, вот так вот, все, это круто, но мне плохо. Я понимаю, за эти деньги я не смогу решить проблему, чтобы мне стало хорошо. Деньги лишь ускоряют процесс решения ваших проблем. Все, всех обнял, поднял, заплакал. Моя фирмная двоечка. Моя фирмная двоечка.